Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу мартовскую вопрос-ответ-сессию. И первый вопрос, с которого хотелось бы открыть, так сказать, эту весеннюю вопрос-ответ-сессию, мне пришел как раз в развернутом виде. Большой текст и, в общем-то, то, о чем я вас постоянно прошу, пишите, пожалуйста, большие вопросы, большой текст, не стесняйтесь этого, потому что легче ответить на вопрос, который изложен, ну, скажем так, в подробностях. Итак, зачитываю. Ребенок 9 лет, не хочет говорить на темы о его плохом поведении. Это если кратко описать ситуацию. То есть, в общем, он с радостью общается с родителями на любые темы, но если нужно обсудить какие-то его проступки, какие-то обязательства, которые он не выполняет, короче говоря, указать на не лучшие его проявления, то он сразу отвечает, я не хочу, не буду об этом говорить. А если не так, то будет сидеть с отсутствующим взглядом, думать о чем-то своем, бывает, что и уши закрывает. И неважно, какой подход с нашей стороны, будь то открытая критика или мягкий намек, что нужно пообщаться. Чаще всего он говорить не хочет. Что с нами не так, почему не получается адекватно поговорить с ним? Я знаю, что этот ребенок 9 лет мальчик, поскольку знаю не по переписке в Инстаграме, а лично знаю эту маму, которая мне написала. И ребенка этого знаю, видел. Но здесь, с одной стороны, кто-то уже, наверное, кто сейчас слушал вопрос, может уже сам задуматься, что, похоже, все понятно. Мальчик не любит слышать критику. Но это нормально. Взрослые мужчины тоже не очень любят слушать критику. Дело в том, какая это критика, откуда она берется, и какая цель у этой критики. Потому что, когда мы хотим поговорить с ребенком о чем-то, то, конечно, мы выбираем такую форму общения, чтобы, ну это в идеале, да, чтобы она представляла собой некий интерес. И форма представляла собой интерес, и тема представляла интерес. А если хочется донести ребенку какие-то истины, глобальные или неглобальные, неважно, то, конечно, особенно нужно подумать над формой. Ну, давайте представим такую ситуацию. Ребенок ехал на велосипеде, проколол сразу два колеса, пришел, и он расстроен. Как мы с ним должны говорить, например, в такой ситуации? Ну, мы можем сказать, что, слушай, ну вот, проколол два колеса, плохо. Мог ли ты ехать по другой дороге? По какой ты ехал дороге, да? Мы можем сразу начать с того, что, ну, как-то оценим эту ситуацию и начнем искать какие-то пути, да? Но если мы знаем своего ребенка, то и знаем, например, что он раним, и знаем, что он не хочет каких-то таких ситуаций, когда будут говорить о нем в негативной форме, то мы все равно можем сделать то, что нужно нам, но уже слегка по-другому. Как именно? Например, мы можем пригласить ребенка к, так сказать, заклеиванию камер внутри колеса, пригласить к этому процессу и выстроить так, что велосипед твой и сам я это делать не хочу, будем делать только вместе. Ну, в каком-то смысле это можно выставить как условие. Вот. И параллельно, да, когда этот процесс, например, папы с сыном, заклеивания этих двух колес происходит, обычно же одно колесо, да, прокалывается, и то неприятность, а тут сразу два, то можно потихонечку с помощью приема, который называется стори-тейлинг, то есть истории из детства папы, выйти на нужный разговор. Ведь стори-тейлинг чем хорош? Мы рассказываем историю, которую заранее либо придумали, либо мы адаптировали нашу реальную историю из детства и заложили туда некий терапевтический эффект. То есть, например, так, вот слушай, сын, представьте, да, сидит сын, сидит папа, папа заклеивает два колеса, и папа уже подозревает, что эти два колеса папа заклеивает, потому что его сын активно прыгал с бордюров на бордюры или чувствовал радость от того, что проезжает по битому стеклу сразу с двумя колесами и слушает хруст этих стеклышек, которые под колесами раскалываются, и понятное дело, что это был какой-то намеренный такой акт, который, естественно, привел к прокалыванию аж двух колес, либо это что-то такое, что, ну, ребенок занимается, в общем, вредительством, скажем так. Ему почему-то это интересно, а папа хочет как-то на это повлиять, да, то папа рассказывает, может, например, такую историю. Знаешь, сын, я вот когда был маленький, у нас вот было вот, во дворе были ребята, которые там все катались по-разному, один любил то, один любил то, кто-то любил кататься по лесу, кто-то любил по асфальту, кто-то любил прыгать с бордюров, кто-то любил так. Я, например, любил так, а мой друг любил так. Я попробовал, как любит мой друг, и у меня получилось. Ну, то есть, история из детства, может, это как такое приглашение в разговор, когда можно, что называется, пооткровенничать. Это приглашение хорошо работает, потому что первым откровенчать начал папа. А когда мы вызываем сына на серьезный разговор, то как будто бы мы ждем, что первым начнет откровенчать он. Причем в той ситуации, когда мы как бы и не собираемся откровенчать, а мы хотим, чтобы он прям все нам выложил, потому что так получилось. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, что бывают ситуации другие, когда сторитейлинг просто не сильно подойдет, потому что нужно быстро как-то разобраться. Но, но, тем не менее, практикуя такие вот истории, практикуя, вы можете быстрее сориентироваться в похожей ситуации. Я бы рекомендовал начать прежде всего вот с такого способа. Рассказываем свою историю из детства, либо придумываем историю, которая могла бы быть в нашем детстве, либо еще третий вариант. Адаптируем то, что с нами реально в детстве было, под какую-то такую форму, которая вот сейчас лучше подойдет. Ну, да, по-простому мы немножко здесь можем, так сказать, приврать с вами. Родители могут приврать в этой ситуации для того, чтобы лучше, ну, скажем так, ближе приблизиться к ребенку. Ну, и, конечно, если прям вот такая ситуация, как здесь описано, что прям вот наглухо ребенок все блокирует, все попытки поговорить, и прям вот вообще у него такой блок стоит со всех сторон, он какой-то такой весь закрытый и какой-то такой колючий к этому всему, да, то есть он сразу раз и иголки выставил, все, я не готов, не хочу, то, конечно, хочется напомнить про книгу «Пять языков любви», и, возможно, здесь не налажен контакт в этом смысле. Возможно, ваш ребенок воспринимает любовь тем способом, которым вы с ним ее не проявляете, тем способом, которым ему нужно, и это очень влияет на то, что с ребенком трудно договориться. И наоборот, когда вы проявляете любовь к своему ребенку на его языке, то многие договоренности, вопросы послушания разрешаются легче, потому что у ребенка такое ощущение, что открыт он больше этому всему, когда вы на правильном языке с ним общаетесь. Поэтому я бы вот такие два момента «Сторитейлинг» и вспомнил бы по поводу языков любви, и тут бы немножко проверил бы все. Переходим к следующим вопросам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!